МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие амбициозные задачи в области устойчивого развития стоят перед молодой столицей Казахстана? Какие действия предпринимаются для их решения? Какие достижения по созданию зелёной инфраструктуры имеются у Астаны на сегодняшний день? Подробнее в сегодняшнем выпуске. Правительством страны поставлена цель по вхождению Астаны в число лучших городов мира до 2050 года. Одним из ключевых факторов является показатель энергоэффективности города. Поэтому сегодня реализуется комплексный план энергосбережения и повышения энергоэффективности города Астаны на 2017-2020 годы. В рамках данной программы в столице были установлены 23 объекта, работающих на возобновляемых источниках энергии. Планируется полная замена ламп уличного освещения на энергосберегающие. Это поможет сократить потребление электроэнергии на 30%. Внедряется проект Smart Grid. Совершенствуются системы централизованного теплоснабжения города. Вместе с тем в столице продолжается установка станций для зарядки электромобилей. И это далеко не весь перечень действий, которые предпринимаются государственными и частными структурами для устойчивого развития города. Адаптируя основу высоким стандартам мировых центров политики дипломатии, мы фокусируемся на современных трендах урбанизаций, инновационного, экономического и социального развития. Для этой цели разработана и реализуется новая программа развития города, призвана обеспечить дальнейшую трансформацию города с учетом 17 целей устойчивого развития ООН и стандартов ОСР. Адап призвана стать образцом внедрения технологий инноваций во всех сферах жизнедеятельности общества. Концепция умного и безопасного города, способствующая интеллектуальному развитию городской инфраструктуры и главное человеческого капитала – это еще одно важное направление для города. В 2017 году была принята концепция «Смарт-Астана», которая основана на европейской модели развития городов. Концепция направлена на развитие Астаны в шести ключевых направлениях – умная мобильность, умный образ жизни, умная экономика, умное управление, умная экология и умные люди. Также, по примеру Барселоны, в Астане планируется модернизация одного из районов правобережья. Там будут создаваться комфортные условия для жизни горожан. Достигнуть этого планируется с помощью зеленых технологий. Мы определили микрорайон «Жастар», порядка 55 домов, небольшой такой вот райончик, квартальчик. Развиваем в трех направлениях. Первое – это внедрение инноваций и технологий. Второе – это урбанистические решения. Третье – это экологические решения. Так вот, сейчас призываем все компании, которые имеют какие-то решения в этих направлениях, продемонстрировать свои продукты на территории нашего умного района. Те решения, которые докажут свою жизнеспособность и экономическую целесообразность, мы будем выносить вопрос о масштабировании этих решений на территории всего города. Я сам часто езжу по городу, и все меньше дымящих от угля труб, все больше ветряков. И на домах уже начали появляться солнечные батареи. Это такой неплохой тренд. Понятно одно, что современное развитие технологий не позволяет полноценно отопить дом в зимний период, благодаря солнечной батарее. Но я так думаю, что при современном темпе развития технологий – это вопрос ближайшего будущего. Поэтому, как жителю города, мне очень отрадно жить в таком современном городе. И хотелось бы, конечно, чтобы будущее пришло как можно быстрее. Цифровые технологии постепенно повышают качество жизни астанчан. Жители и гости приобщаются к использованию мобильного приложения Smart City, иначе говоря, умного города. С его помощью можно получить практически любую услугу. Более того, внедряется проект электронного КСК. Его реализация значительно упрощает управление жилищным хозяйством. Идея заключается в следующем. Вы, как житель, работая со своим КСК, вам сейчас нет необходимости им звонить, либо ходить, стоять в очереди, ждать ответа или подать заявку. Сейчас в вашем распоряжении есть мобильное приложение. Вы посредством мобильного приложения можете направлять любые запросы, заявки, жалобы и так далее. Это все фиксируется в электронном формате и ни в коем случае не забывается. На сегодняшний день у нас в систему интегрировано порядка 97% КСК, но, как говорится, за руку в рай не заведешь. Очень важно, чтобы наши жители начали пользоваться этими сервисами и требовали из-за своих КСК внедрения этих систем, использования этих систем. На левобережье Астаны идет строительство зеленого квартала. Еще на этапе проектирования была создана математическая модель жилых и коммерческих зданий комплекса. Благодаря этому удастся снизить энерго- и теплопотери. Потребление электроэнергии станет меньше на 15-17%, а тепла и воды на 20%. В качестве примера можно рассмотреть объект в Астане, объект «Зеленый квартал». На объекте проводится лид-сертификация коммерческих и жилых зданий, что опять же будет инновационно на территории всех стран СНГ. Это будут первые жилые проекты, которые сертифицированы по системе ЛИД. Сам сертификат ожидается получить где-то в октябре-ноябре этого года. Было рассмотрено порядка 15 энергоэффективных решений, и топ-7 решений был реализован в этом проекте. С помощью математического расчета возможно смоделировать микроклимат и теплопритоки в здании. В высотных, застекленных и закрытых башнях особенно важен воздухообмен. Математическое моделирование помогает снизить затраты на управление воздушными потоками. На примере проектов также в Астане, это «Эмираль Тауэр», сейчас идет реконструкция системы вентиляции. И для того, чтобы не допустить ошибок при реконструкции, было сделано математическое моделирование. То есть прогнозировано, как реконструировать систему вентиляции, чтобы создать комфортные параметры для арендаторов. И при этом были учены даже те моменты, чтобы арендаторы это здание не покидали. Потому что, конечно, это прямые деньги инвестора, и он заботится об арендаторах. Вот два вида математического моделирования, которые применяются на проектах в Астане. Которые применяются, как правило, не только при сертификации зданий по международным стандартам, но и при сертификации объектов, которые изначально планируются быть энергоэффективными. Астана – центр зеленых инициатив. Сегодня молодая столица зарекомендовала себя на мировой арене. В Астане проводятся яркие события, на которых ведущие эксперты планеты обсуждают низкоуглеродное будущее. Самая зеленая выставка в мире «Энергия будущего» была проведена также в столице Казахстана. Важным наследием Экспо стал Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, который сегодня внедряет передовые зарубежные и отечественные технологии по всей стране. К примеру, после Экспо, как наследие Экспо, 133 проекта, из которых 105 зарубежные, 28 отечественных, они сейчас распределены по регионам Казахстана. И задача центра, вот сейчас наш руководитель Раписей Тканович, Рашубаев ездит по регионам, заключает меморандумы и в первую очередь на карандаше картина по исполнению вот этих проектов. Анализ, экспертная оценка, что нужно по этим проектам, нужно ли доработать эти разработки, насколько их можно адаптировать, насколько нужны инвестиции по их реализации, какие административные барьеры или другие барьеры, которые мешают или могут помешать реализации этих проектов. А в каких регионах какая инсталляция солнца, ветропотенциал, гидропотенциал? И напрашивается вопрос, что необходимо создать карты, атласы потенциала энергии. Мы знаем, что в общем, что у нас есть триллион киловатт потенциала солнечной, ветровой, гидро. А в каких регионах все-таки какой потенциал, это через карту можно будет увидеть. Поэтому мы для инвесторов, у нас одна из задач, стать центром как одного окна для бизнеса, для инвестиционных проектов, связанных по зеленой тематике. Еще одно яркое событие – форум мэров городов Шелкового пути. На нем представители разных стран поделились своим видением развития. Конференция – это отличная возможность для бизнес-структур или стран узнать о реализуемых проектах, планах и видении, которые имеют города и страны. Это отличная возможность для B2B-встреч, обсуждения областей сотрудничества и того, как мы можем извлекать из этого выгоду. Расширение торговых путей является важным для любого государства. Астана и город Анаклия в Грузии в партнерстве с Баку повышают эффективность нашего коридора сотрудничества. Мы видим, как Казахстан развивает свои порты и железные дороги, так же, как и Грузия выстраивает данную инфраструктуру. И везде мы учитываем применение зеленых технологий. Наши регионы и страны будут иметь прибыль в торговом, транспортном и энергетическом секторах. В Астане будут опробироваться множество зеленых проектов. Лучшие примеры будут применяться для экологизации других городов Казахстана. Будьте в курсе актуальных новостей зеленой экономики вместе с нашей программой. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин